Всем привет! У нас сегодня будет очень интересный расклад про своим ходом, про взаимоотношения Лизы и Виталика. Потому что все знают, что в недавнее время, не в конце апреля, какой-то конфликт произошёл. И всем, конечно же, интересно узнать, что да как. Но сразу хочу сделать такой небольшой спойлер. Я не думаю, что там была серьёзная ссора, либо что-то в этом духе. По одной единственной причине. Потому что если вы, в принципе, смотрите, следите за выпусками своим ходом, я это делаю, и вся моя семья это делает. Поэтому привет, Лиза и Виталик, вам. Вот. Так что давайте всё рассмотрим по порядку. Какие же, на самом деле, взаимоотношения между Лизой и Виталиком делаю это я для того, потому что мне этот канал нравится, мне это хочется посмотреть. Но, думаю, также будет ребятам узнать, что, на самом деле, у них вза взаимоотношения. И, возможно, будут какие-то рекомендации лично от меня. Прежде чем продолжить смотреть видео, чтобы большее количество людей увидело, порадовалось, сейчас поставьте лайк, также напишите комментарий. У меня хоть канал и небольшой, но ваши комментарии, они помогают продвигаться видео, чтобы большее количество людей их увидело и услышало. Итак, поехали! Самый первый вопрос, который мы рассмотрим, это какие мысли у Виталика насчёт Лизы, что он на самом деле по поводу Лизы думает. Пока что только мысли смотрим. Итак, ну, первая карта Солнца в перевёрнутом виде, она указывает, что он её, да, действительно уважает. Он её любит, но при этом порой ему кажется, что она немножечко его подавляет. И я бы не сказала, что это ему особо нравится. Далее у нас идёт карта Верховная Жрица. Это карта большого уважения, большого почитания Лизы как женщины. Плюс ко всему он считает, что она двигатель, двигатель в их отношениях, двигатель в их проекте. И она всегда знает, что и где делать. Также Верховная Жрица может указывать о том, что для Виталика Лиза на самом деле является богиней. Именно той женщиной, которую он искал для себя долгие годы. Далее его мысли. Карта правосудия в прямом значении говорит о том, что он Лизу любит, уважает, но при этом знает её недостатки и говорит ей открыто, не так, чтобы обидеть. А вот если ему что-то не понравилось, он просто-напросто взял это, высказал, они это всё обсудили. Но обычно так люди поступают во взрослых отношениях. Рыцарь Жезлов в прямом значении указывает о том, что его мысли, что он для Лизы действительно путеводная звезда. Что они дополняют друг другу и что она его вдохновляет на разные свершения. Также Десятка Пентакли в прямом значении говорит о том, что он часто думает о том, чтобы у них было больше в жизни приключений, чтобы что-то удивительное, захватывающее и красивое происходило. Ну, в принципе, учитывая то, что они любят путешествовать, ну, абсолютно нормальные мысли. И итоговая карта мыслей – это карта Рыцарь Пентакли, карта вдохновения. То есть Виталик на самом деле думает, что Лиза для него является музой. Но, в принципе, это неудивительно, потому что проект они создали вместе. И получается, что Виталика дополняет Лизу, а Лизу дополняет Виталик. Это были мысли Виталика по поводу Лизы. А теперь мы рассмотрим мысли Лизы по поводу Виталика. Что она о нём в действительности думает. Итак, первая карта – Десятка мечей. Но она считает, что те проблемы, тот недавний конфликт, который между ними произошёл, ну, это просто обычная семейная ссора, которая бывает очень часто в отношениях. И она к этому очень по-философски, очень рассудительно, как мудрая женщина отнеслась. То есть не стоит так долго дуться и обижаться, потому что в итоге это ни к чему не приведёт. Далее. Пятёрка чаш в прямом значении. Ну, в принципе, это также указывает на женскую хитрость. Что Лиза знает, за какие верёвочки Виталика дёргать, чтобы было и ему хорошо, и ей хорошо. Ну, то есть есть в ней такое качество. Для девушки это абсолютно нормально. А карта умеренности, в принципе, как у Виталика, карта равновесия выпадала, это говорит о том, что она дозировано дарит свою любовь, дозировано вдохновляет его, и при этом считает, что иногда им нужно отдыхать друг от друга, чтобы было больше творчества, и чтобы она могла выполнить работу. Карта отшельника порой говорит о том, что Лиза думает, что иногда ей лучше без Виталика, потому что бывают какие-то моменты, когда он просто-напросто, возможно, мешает ей. Либо она хочет побыть в уединении со своими мыслями. Ну, карта отшельника обычно указывает на тех людей, которые любят медитировать. Ну, на Лизу это вполне похоже. Далее у нас выпадает карта императрицы. Это карта женщины сильной в плане эмоций. Женщина сильная. Также женщина сильная в плане становления своих целей. То есть она думает о том, что она о своих потребностях Виталику говорит открыто, и при этом не стесняется быть непонятой. И ключевая ее мысль, которая выпадает, эта карта мира в прямом значении указывает на то, что она думает, что их отношения мирные, спокойные, идеальные, и, в принципе, то, что она и ожидала от семейной жизни. И сейчас мы еще рассмотрим такой вопрос, из-за чего же в действительности произошла ссора на стриме, который был в конце мая. Ой, не в конце мая, а в конце апреля, либо 25-го, либо 26-го. Но многие в сети его сейчас обсуждают. Но давайте все-таки узнаем хотя бы примерно, почему произошла ссора. Король мечей указывает на мужчину, возможно, некий друг, который Лизу мог спровоцировать на эту ссору. Но это может быть неуместная шутка, либо, как это в сети сейчас называют, троллинг в сторону Лизы. Далее смотрим. Карта умеренности. Лиза сначала на это никак не реагировала, ну, то есть, ну, пошутила-пошутила. Далее что стало происходить. Карта императрицы указывает на сильную женщину. Ну, скорее всего, вы сами понимаете, что это именно за женщина идет. Получается, пошла какая-то провокация, небольшая в виде шутки в сторону Лизы. Она не отреагировала. А вот императрица именно маслица в огонь и подлила. И что же потом, в итоге, во что это все вылилось. Карта Луны в перевернутом виде всегда говорит про интриги, обман, какие-то сплетни. Ну, просто-напросто что-то в шутку либо за спиной стали говорить. Дальше. Шестерка Жезлов. Это указывает на семейную поддержку. То есть, Виталик в этой ситуации попытался ее как-то поддержать, но он тоже шутил. Но Лиза понимала, что Виталик это все равно ее поддержка, несмотря на то, что он поддерживает ее не так, как ей хотелось бы. И как итог. Карта дурака. Нулевой аркан указывает о том, что проблемы на самом деле на этом стриме раздули из мухи слона. Потому что, по большому счету, какая-то невинная шутка. подлили маслица в огонь. Плюс ко всему из-за этого начались интриги. Виталик как-то попытался поддержать, но в итоге это не принесло никакой пользы ни ей, ни им. Что же сейчас эта императрица, ну, так сказать, думает по этому поводу? В принципе, карта мира, она считает, что было и было. Ничего страшного. Произошла какая-то стычка, какая-то ссора. Ничего страшного. Будут ли в будущем такие же стычки у Лизы с Виталиком повторяться, ну, с другими ютуберами? Назовем это так. Карта правосудия указывает о том, что теперь другие блогеры, ютуберы будут думать, а стоит ли так шутить, стоит ли подливать масло в огонь, либо нет. Опять фигурирует у нас король чаш, мужчина, мужчина, который очень любит веселиться. И, в принципе, что же будет у него? Десятка мечей в перевернутом виде, он прекрасно понимает, что он создал проблему, этот мужчина, и он в этом действительно перед Лизой очень серьезно раскаивается. И в итоге к чему это приведет? Ну, девятка чаши – это карта медитации, карта спокойствия, то есть Лиза либо отреагировала, либо в будущем отреагирует на это абсолютно спокойно. Ну, в целом, расклад дал понять, что Лиза с Виталиком – это те люди, которые рассудительно ко всему относятся, при всем при этом очень даже справедливо, ну, и понимают, что из-за каких-то пустяков не стоит обижаться. Как говорится, овчинка выделки не стоит. От себя лично, Лиза Виталик, хочу добавить то дело, которым вы занимаетесь, особенно как на квадрокоптере видео снимаете, это очень хорошее дело. Продолжайте, не слушайте, так сказать, всяких хейтеров, которые, насколько я знаю, много всего Лизе неприятного написали, потому что, ну, даже я, как опытный таролог, вижу, что у вас крепкая команда, крепкая семья, и те люди, которые, ну, из блогеров вас обидели, они прекрасно понимают, что всё это было не к месту, и раскаиваются. Вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, по той причине, что ваш проект вам дарит радость людям. Давайте я сейчас ещё один дополнительный расклад для вас сделаю, что будет в будущем с проектом своим ходом. Будут ли новые видео сочные, мощные и бомболейла, как говорит Виталик. Мне вот лично очень интересно. Если вам тоже, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Итак, поехали! Так, ну, самая первая карта мага идёт. Карта мага всегда нам говорит о новых знаниях, о новых возможностях, и, скорее всего, своим ходом будет новый формат. Это будет уникальный формат, как говорит карта, потому что, ну, ни один человек там будет задействован, а как будто бы они сейчас на Бали находятся, проводят мозговой штурм. Далее смотрим. Далее четвёрка мечей говорит о том, что несколько изменится формат подачи видео и формат подачи информации. То есть, скорее всего, от старого они отступятся. Далее двойка жезлов говорит на большее количество путешествий. То есть, скорее всего, они смогут не только по Бали путешествовать, а это значит, мы будем ожидать новых выпусков. И как итог, будет ли успех у проекта? Карта силы указывает о том, что они сейчас стоят крепко на ногах, и что ещё долгие годы будут нас радовать. Давайте все сейчас Лизончика и Виталика поддержим, поставим к этому видео лайки. Также на их видео поставьте много лайков, чтобы большее количество людей увидело. Этот расклад был как пример. Если вы хотите индивидуальный расклад, то напишите комментарий мне, и я вам расскажу, как его получить. А также подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!